Елена Михайловна, 28 февраля вы встречались с исполняющим обязанности президента Владимира Владимировича Путина. Расскажите нам, пожалуйста, как вы попали на эту встречу? Что это было за встреча? Да, уважаемые угличане, добрый день. Я действительно 27 числа была приглашена на съезд Кремлевский дворец съездов. Там проходило учредительный съезд политического общественного движения «Единство». А 28 числа была встреча в Этартасе с Владимиром Владимировичем Путиным с доверенными лицами. Я являюсь доверенным лицом исполняющего кандидата Путина в числе трех лиц от Ярославской области. Это Рыбинский мотор и Ласточкин. От Ярославля это Ярославский шинный завод танков. И вся провинция, малые города и районы Шереметьево. Елена Михайловна, извините, почему же вы решили стать доверенным лицом Путина? Наверное, здесь есть определенная логика. Во-первых, я достаточно активно работаю в Совете по местному сомправлению при президенте Российской Федерации. Второе, к сожалению, очень мало женщин в политике и очень мало женщин-мэров. То есть женская половина вообще не представлена достаточно ни на доверенных лицах, ни вообще. Я вижу в общественной жизни действительно отсутствует практически женская половина общества. Ну и, наверное, это логично, потому что в своей программе Путин очень много значения придает личности и семье. Вот у него, он делает акценты на этом. А если семья, то это обязательно женщина. Это проблемы те, которые напрямую выходят на каждую отдельную россиянку. Спасибо. Леонид Михайлович, вы состоите в общественно-политическом движении Отечества, вся Россия. И вдруг вы присутствуете на учредительном съезде единства. Почему? Я действительно состою в этом движении. Но, наверное, угличане знают о том, что и на федеральном уровне Политсовет Отечества, вся Россия проголосовал за то, чтобы поддержать кандидата в президенты Путина. И на областном уровне Политсовет, где я являюсь членом Политсовета, он тоже проголосовал за то, чтобы поддержать кандидата Путина. То есть и Лужков Юрий Михайлович, и Примаков Евгений Максимович сняли свои кандидатуры, значит, и как бы, к сожалению, не дошли до конца дистанции. Поэтому принятые постановления Политсоветами, они, естественно, для меня основополагающими были. В том, что я приняла приглашение быть гостем и затем доверенным лицом. И, кстати говоря, угличане на выборах, которые были 19 декабря, проголосовали за единство 36%. Это больше, чем КПРФ, это 16%, яблоко 3,6%, и ОВР, то есть Отечество, вся Россия, это где-то, так по памяти я говорю, 12-16%. То есть, все-таки, видите, значительно больше это единство. Так что у меня, как бы, моральное право представлять, значит, областное единство, как большинство проголосовавших было. Леонид Михайлович, какие вопросы обсуждались? Вопросы обсуждались много, и вопросов Владимиру Владимировичу задавали из зала очень много. Шел прямой разговор, и сам моего такого острого характера, вопросы зарплаты, пенсии, детских пособий, вопросы, так сказать, отношения с другими политическими партиями, движениями. Самый такой ключевой вопрос, это вопрос был Чечни, естественно, борьбы с бандитизмом, антикоррупционная деятельность Путина на сегодняшний день. И ряд других таких вопросов, которые требовали, действительно, уточнения позиции Путина. Что касается меня, то я задала единственный вопрос, Владимир Владимирович, это вопрос детских пособий. Потому что я сказала о том, что это одна из самых злободневных проблем сегодняшнего дня, и женская половина общества особо требует незамедлительного решения этого вопроса. Владимир Владимирович ответил о том, что да, это вопрос чрезвычайно серьезный, и единственное о том, что все-таки надо вот эти все социальные вопросы, их как-то решать все вместе, потому что государство на сегодняшний день не в состоянии оплачивать все льготы, потому что льготами пользуется у нас более 70% населения сейчас. И надо как бы разгребать вот этот вопрос и ставить на первое место то, что крайне необходимо на сегодняшний день оплачивать, а что-то убирать. Ну вот речь шла о том, что часть населения пользуется льготами, которые могли спокойно бы обойтись без этого, и когда льготы, например, даны на одного ветерана, а пользуется этим льготами вся семья. Там телефон ветерана, пользуется вся семья, или коммунальные льготы даны по закону только на ветерана, пользуется вся семья, вот, ну и ряд других таких вот льгот, которых можно все-таки упразднить. Что касается детских компенсаций, он согласился, что это вопрос действительно, если не один, номер один, то второй, третий по актуальности. Леонид Михайлович, ну и вот каков же он Путин, на ваш взгляд, как политический деятель, как человек? Политический деятель нового типа, я бы так сказала. Что касается его политической окраски, то он постоянно подчеркивает, что он лишен всякой политической окраски. То есть он говорит о том, что я ни красный, ни белый, ни синий и прочий. Значит, мои морально-нравственные принципы, это самое главное, то, что сегодня должно присутствовать в президенте. И он говорит о том, что он лояльно относится почти ко всем политическим партиям и движениям, потому что каждый из них несет что-то позитивное. А вот что он взял себе на вооружение, то прежде всего это морально-нравственных норм, прежде всего во власти. И первые, как он расставляет приоритеты, это прежде всего обеспечить достойную жизнь простому человеку. Вот это он самое главное, подчеркивает постоянно. У него везде звучит в каждом тезисе сильное государство и простой россиянин. Вот эти самые распространенные слова в его лексиконе. И он подчеркивает, вот что мне понравилось, о том, что все надо начинать с власти. Вот это у него постоянно звучит. И порядок прежде всего во власти. И прежде всего власть должна быть прозрачна для народа, и власть должна быть доступна. И вопросы борьбы с бандитизмом, с терроризмом он рассматривает как приоритет персонально для себя. То есть он откровенно говорит, что если я сейчас, как исполняющий обязанности президента и в дальнейшем, как президент, не справлюсь с вопросами бандитизма, терроризма, то Россия потеряет сама, как таковое, как государство. И мы уже никогда не сможем восстановить себя, как сильное государство, а значит никогда не сможем обеспечить свободу личности. И одновременно, говоря о бандитизме, он через запятую говорит о коррупции. То есть все это связано с тугим узлом, и поэтому ему предстоит очень большая работа. Но человек из той системы, действительно ФСБ это ФСБ, мы все это понимаем, наверное реально справиться с этой задачей у него больше, чем у всех других кандидатов. Леонид Михайлович, с какими впечатлениями, с каким настроением вы уехали с этой встречи? Очень много проблем в России. Не все проблемы раскрываются и даже печатью. И вот когда Владимир Владимирович попытался откровенно говорить с доверенными лицами, то, конечно, мы как бы загружались в эти проблемы, и как-то становилось все тяжелее и тяжелее вот этот груз. Но, с другой стороны, видимо, чтобы мы не ушли вот с таким тяжелым настроением, все-таки на заключительной части Владимир Владимирович дал некоторую информацию по экономике России за последние вот эти два с половиной месяца. И обнадеживающие результаты развития экономики на сегодняшний день есть. Это имеется в виду работа промышленных предприятий, прирост 21%, сбор налогов, значит, это не просто собрана плановая цифра, но и на 26% больше. Кроме того, значит, вот понятия нашей внешнеэкономической деятельности в России, они обретают все более и более конкретный характер. Я имею в виду нефть, газ, вооружение, то есть цифры тоже были приведены. Ну и как-то, значит, он попытался и сделал это достаточно умело. Все-таки вдохнуло в нас надежду, что сообща мы сможем преодолеть все эти вот негативы. И он надеется на то, что все-таки вытащить Россию можно, но только лишь объединив все здоровые силы общества. Спасибо. Многие считают Путина жестким руководителем. Нужна ли в настоящее время в России жесткая рука? Вы знаете, это не только жесткий человек, это чувствуется во всем общении, это совершенно другая манера общения. Вы знаете, он действительно молчен, он говорит очень мало, он отвечает на вопросы очень конкретно, и самое главное, он подчеркивает единство слова и дела. Вот он постоянно говорит, что вот я обещал эту проблему решить в такие-то сроки, я ее решил. Я обещал решить подобный вопрос в такой-то срок, я это сделал. То есть он отчитывается только конкретными фактами и конкретными датами. Вот когда он говорит с аудиторией, это, конечно, действительно подкупает. То есть никаких лишних слов, он очень не улыбчив в разговоре. Вот мы отметили, что и даже как-то поспорили на эту тему, что вот уж слишком он так жестко разговаривает с аудиторией. Но потом решили, что, наверное, время действительно сейчас такое, и ему просто трудно улыбаться с аудиторией, когда перед ним такие серьезные задачи, и коли он взваливает на себя этот ВОЗ, чувствуя всю ответственность, наверное, действительно ему не до улыбок. То есть он не пытается боять аудиторию, он не пытается кому-то говорить комплименты, он, так сказать, выступает, как мне видится, ровно таким, каким он есть на самом деле. — Редина Михайловна, 29 числа официально в средствах массовой информации кандидаты и в депутаты, и на должность главы ведут агитацию. То есть решена официальная агитация. Каждый из кандидатов имеет право уйти в отпуск. Вы, как действующая глава Украинского муниципального округа, будете уходить в отпуск? — А я уже в отпуске. Я с 1 числа, с 1 марта в отпуске. Причем в отпуске очередном, для того, чтобы не было никаких разговоров, ничего. Я ушла в очередной отпуск и спокойно с вами разговариваю. И спокойно говорю о кандидате в президенте Путине, для того, чтобы не было никаких ко мне претензий. Иначе могут какие-то возникнуть двусмысленности. А, кстати говоря, я, как выборное лицо, имею право не выходить в отпуск. И, как бы, просто для того, чтобы, еще раз повторяю, не было никаких разговоров, я взяла этот отпуск и спокойно работаю с людьми. — Спасибо. Как доверенное лицо сегодня, вот я еду в Ярославль, мы сегодня соберемся втроем, распишем всю область. Я должна побывать в Фриденске, я должна побывать в Тутаеве, в Ростове. Я подумаю, какие еще другие варианты моего общения с избирателями будут. Вот. И, естественно, буду встречаться с людьми и буду говорить то, что я считаю нужным. И самое главное, просто отвечать на вопросы. Вот это самое главное. То, что я почувствовала действительно кандидата Путина и знаю его позицию по всем интересующим людей вопросам, это однозначно. Значит, я буду отвечать так, как считаю нужным. Коля мне доверил Владимир Владимирович это делать. — В правительстве единственная женщина, по-моему, две. Прошла информация, что она собирается баллотироваться в Санкт-Петербург. — Я очень довольна, что она идет именно... — Он не потеряет ли правительство Российской Федерации, все-таки потеряв женщину? — Вы знаете, должна быть хотя бы одна на сегодняшний день женщина-губернатор. Вот это уже действительно будут изменения. Как бы сказать, в политическом лице, значит, России. Потому что если в политике нет женщин или их мало, это нецивилизованный подход к решению проблем. Понимаете? Потому что защитить интересы женщин, семьи, детей и вообще снять агрессию в обществе, да простят меня мужчины, могут только женщины. Понимаете? У них другой склад ума, другой склад характера, другой менталитет, я бы даже сказала, понимаете, мужской. И это очень хорошо, что у нас разные менталитеты, разные подходы. И именно единство, гармония во власти мужчины и женщины — это то, что крайне необходимо. Вы посмотрите, как много женщин сейчас пришло в Америке в политику. Сенаторы женщины. Ну, мне не нравится там вот одна еще калифорнийская дама. Она формирует сейчас и сформировала уже женскую команду и доказывает всему миру, что женщины могут работать лучше. Мне кажется, это ненормальный подход и зачем это надо. Но то, что пришла женщина президентом в Литве, то, что пришла женщина, стала президентом в Финляндии, премьер-министр даже в Мексике, в такой стране необычной, как бы сказать, далеко не женской, да? Вот. Это уже новые веяния. И то, что Валентина Ивановна Митвиенко, я уверена, что она пойдет на Санкт-Петербург, и я уверена, что она будет губернатором, простите, Санкт-Петербурга, это очень хорошо. Придут другие женщины в правительство России и будут обязательно. Сейчас появляются уже яркие личности, это очень хорошо. И вот это равновесие во власти, оно должно быть таким же незыблемым, как равновесие в природе мужского и женского начала. Продолжение следует...